Я вас приветствую, уважаемые зрители, как всегда на моей кухне в Италии. Меня зовут Руслан. И сегодня мы с вами приготовим домашнюю тушенку. Это скорее не готовый рецепт, это скорее отработка рецепта. Будем вместе учиться готовить домашнюю тушенку. Собрал я информацию, постарался этот рецепт максимально упростить, удешевить. Чтобы это было не только вкусно, но еще и выгодно. Значит, что мы будем использовать и что нам понадобится для приготовления домашней вкусной тушенки. Тушенку мы будем готовить со свинины. Это шеек. В данном случае сорт мяса и вид мяса абсолютно не играет никакой роли. Была бы говядина готова или с говядиной. Отработаем рецепт. Понравится, если пройдет все отлично и получится вкусно. Потом уже будем выбирать виды мяса. Возможно даже рыбы, птицы. Ну, есть шеек, будем с шеейкой готовить. Дополнительных жиров, никакого сала я не буду использовать. А шеек достаточно жирный. Я не хочу, чтобы моя тушенка получилась очень жирная. Этот кусочек я купил по очень хорошей цене, я считаю. Значит, 3,99 за килограмм в евро. То есть обычно, обычно, если вы покупаете где-то в мясном отделе, то это будет стоить около 7 евро за килограмм. Практически в два раза дешевле. Буду использовать вот такие вот баночки. Это вакуумные банки с вакуумной крышкой. Дело в том, что в Италии и просто не существует банок с вот этими вот крышками, как у нас, которые закатываются. Максимальный размер, то есть размер этой баночки, это 300 грамм. Почему такой размер? Потому что будем все это делать, готовить в скороварке. И скороварка у меня небольшого размера, она 5-литровая. Поэтому туда нормально поместится 4 вот таких вот 300-граммовые баночки. Было бы побольше, я бы, наверное, использовал где-то пол-литровые банки. Но не больше, чем пол-литровые. Значит, что еще понадобится? Перец горошек, соль, естественно. Я взял одну луковку, потому что хочу две баночки. В две баночки добавлю еще лук. А две сделаю просто соль, перец и мясо. Баночки, я, они новые. Я их хорошенько промыл содой. Внутри крышки промыл. Баночки стоили, значит, я заплатил 80 евроцентов за банку вместе с крышкой. Эта вот крышка, вот эта вот система, вы видите, она потом, по идее, должна всосаться. Там образоваться должен быть вакуум. И, как объясняет, чем хороши такие крышки, что при варке, при тушении, она может стравливать воздух, ну, а потом зажимается при охлаждении, уплотняется и образуется вакуум внутрь. Ну, попробуем. Я никогда раньше не занимался консервацией. Благодаря, кстати, вам, мои зрители, один из моих зрителей подал вот такую тему, идею. Говорит, а вы не пробовали делать тушенку? Знаете, я заинтересовался, начал смотреть, начал искать информацию. И вот, благодаря вам, появился этот рецепт. Ну что ж, приступим. Сейчас порежу небольшими кубиками мяса. Небольшими, потому что у нас тара небольшая. То есть, люди часто предпочитают хорошими такими кусками нарезать тушенку. Но мне не нравится то, что потом одним куском все это и вытаскивается с банки. Ну, поэтому буду нарезать где-то кубиками по сантиметру полтора. Вот так вот. Порежу немножко мяса. Теперь, потом нам придется, я набью одну баночку. Набью, чтобы потом взвесить, определить, сколько мяса нам нужно. Понадобится для этих четырех банок. Ну, чтобы не скромсать весь кусок. Весь кусок у нас не уйдет на это. Может быть, часть. Вот. Ну, приступим. Приступим к нарезке мяса. Так. Ну, вот такими вот режем сначала полосками. Не толще. Потом посмотрим. А вдруг потом, может быть, мое мнение изменится по поводу размера. Надо будет смотреть в конце. Возможно, в дальнейшем будем нарезать крупными кусками. Или покрупнее. Пока что где-то так. Ну, вот. Я думаю, нормально. Как раз и будет нормально. И почему я, например, решил готовить именно в скороварке. Ну, как я говорил, хотелось бы сделать не только вкусно, но и подешевле. Потому что тушенку нужно тушить. И тушить, в принципе, довольно долго. Если она у нас будет тушиться 5-6 часов, то расход газа и электричества довольно приличный. Поэтому, я считаю, в скороварке она, по идее, должна готовиться пару часов. На минимальнейшем огне. Поэтому, я считаю, скороварка, по идее, должна оказаться оптимальным вариантом. Вот так вот, немного, где-то сантиметр, не доходя до края банки, я набил баночку. Теперь это все вытряхнем дело. И взвесим. Такс. Отталкиваясь от этого, нарежу мясо и начнем забивать в баночки. Ну, вот наше приготовление подходит к концу. Солю мясо. Мясо солю с расчетом 10 грамм соли на килограмм мяса. Хотя, рекомендую бросать немножко больше соли. Потому как, при таком небольшом количестве соли, есть риск, что в банке, при длительном хранении, возможно, подорвет, вздует. Я не знаю, я не проверял. Я использую 10 грамм. А потом будем посмотреть. Надо будет нам солить ее больше или достаточно этого. Но, я думаю, у меня тушенка не будет храниться в 3 года, а это точно. Скушается, я думаю, она быстро. Возможно, какую-то другую партию приготовлю уже на зиму. Вот, мясо перемешал с солью. Ну, все, начинаем все это набивать в баночки. Значит, бросаю. Две горошинки. Две. Достаточно. На такое маленькое количество, две будет достаточно. Две горошины перца. И набиваю мясо. Рекомендую очень плотно не набивать. Но я от жадности. Сейчас напихаю. Все, я думаю, вот так вот будет как раз нормально. Сантиметр оставлю сверху. Надеюсь, будет достаточно. Так, следующая банка. Ну, и в другие оставшиеся две я хочу добавить еще и лучок. Вот я меленько его так, не меленько, а среднее покрошил. Потому что, я смотрю, вообще практически мало кто добавляет. Может быть, он что-то не то делает. Может быть, с ним действительно может сорвать крышки. Не знаю. Попробуем. Так, стараюсь изрело. Теперь пару горошинок. На дно чуть-чуть лука. Думаю, хватит. Набиваем. И вот где-то еще посерединке я еще немножко лука брошу. Немного без фанатизма. Ну, чтобы он там, как говорится, имел место быть. Вот сейчас я набиваю, немножко вот касаясь этих краев. Поэтому, перед накрыванием крышкой баночек, надо вот эти вот края баночек хорошенько полотенечком сухим протереть. Все-таки стерилизация довольно-таки, такой процесс кропотливый. Надо быть внимательным. Из-за какой-то ошибки небольшой, может, как говорится, все пойти на смарку. Так. Чуть-чуть лука еще. Вот так вот будет нормально. Так, с этой немножко осталось. Теперь, что делаю. Вот эти вот крышки рекомендуют прокипятить в кипяченой воде. Более того, просто нагреть в кипяченой воде. Не стерилизация это, а почему-то их нужно разогреть. Я, честно говоря, сам не знаю почему. Поэтому крышечки я сейчас бросаю в небольшую костюльку с кипяченой водичкой. И будем все это заряжать сейчас в скороварку. Крышечки я залил кипятком на пару минут. Ну и теперь, думаю, самое время начать закрывать баночки. Ой. Такс. Одна. Одна. Не хочется, чтобы с крышкой лишняя влага попадала вовнутрь банки. Вот так вот стряхнули. И, как рекомендуют, опять же, не зажимая сильно, просто как бы навернули слегка крышку на банку. Так, следующее. Все. Ну и последнее. Теперь устанавливаем. Я предварительно положил тряпочку в скороварку. Ну, чтобы при кипячении, возможно, банки будут прыгать, подскакивать и биться о дно. Ну, чтобы это предотвратить. После того, как банки установлены, нам нужно залить их холодной водичкой. Водой заливаем, ну, так, чтобы они не всплывали, я думаю, где-то до половины. Думаю, до половины будет предостаточно. Ну, наверное, еще немножечко. Так, я надеюсь, они не всплывут. Все. Даже налил под самый ободок. Покуда мясо набивал, вот под этот ободок и получилось. Пусть будет так. Все, накрываю теперь скороварку крышкой. Так, защелкнуто. Советую, пользуйтесь фабричными нормальными скороварками. У них три клапана, три степени защиты. Они более безопасны, чем вот это вот самопальное, всякие автоклавы и скороварки. Потратьте немного денег, купите себе нормальную скороварку, она у вас не взорвется на кухне. Они безопасные. Теперь я включаю газ на полную катушку и вот этот флажок должен подняться. Когда поднимается этот поплавок, значит давление и температура в кастрюле такая, как нужно. После этого я сразу убавляю на самый минимум газ и будем тушить эту тушенку два часа. Видите, в скороварке это получается довольно экономно. То есть на самом минимальном огне, который у вас только есть на плите, вы будете его держать два часа. Теперь сразу же делаем газ на минимум. Смотрите, какой минимальный будет газ под кастрюлей. Если вдруг будет стравливать пар, я переставлю вообще на вот эту вот самую маленькую. И на самом маленьком газу, на самой маленькой конфорке буду продолжать тушить два часа. Ну что ж, вышло время. Я выключил кастрюлю. Кстати, практически сразу переставил на самую маленькую конфорку. Выключил. Прошло, значит, еще после этого где-то полчасика. И вот этот клапан, поплавок, он провалился вниз. Что значит, что давление внутри нормализовалось. И теперь мы можем смело открыть кастрюлю. Слышу даже, по-моему, какая-то крышечка сейчас щелкнула. Это, наверное, начинает затягиваться при охлаждении. Так-с. Ну что ж, смотрим. Ну, вроде бы как бульона незаметно в воде. Сейчас тушенка, кстати, еще продолжает кипеть. Довольно резво. Вытягиваю баночки. Видите, как кипит. Вытягиваю баночки, аккуратно складываю на полотенечко. Хотя, может быть, вы знаете, даже немножко сока попало в воду, вытекло. Ну, видимо, забило немножко, конечно, сильно. Вот одна банка втянулась. Должна, наверное, две. По-моему, все одна осталась. Ну, ждемся. Подождемся сейчас, пока остынут. Кстати, странная вещь. Вот эти вот три банки, которые втянулись, захлопнулись, они еще продолжают кипеть. А вот эта не кипит. Она была очень открученная. Практически не закрученная. Сейчас попробую подтянуть. Видимо, разгерметизировалась. И туда попал воздух. Ну, ждем полного остывания, потом будем пробовать. А это из разряда очевидная невероятная. Прошло полчаса с тех пор, как я вытащил с кастрюли тушенку. А вы видите, она еще продолжает кипеть. Вообще. Кстати, последнюю баночку, которая получилась разгерметизированная. Что я сделал? Я ее вернул обратно в кастрюлю. Поставил еще на 10 минут. То есть, я ее подтянул, поставил в кастрюлю еще на 10 минут. Она прокипятилась, затянулась. И так же самое, как и все остальные, сейчас булькая, остывает. Прошли сутки. Тушеночка остыла. Сначала я подождал, пока она остынет до комнатной температуры. Потом переложил ее в холодильник. И вот, прошли сутки. Она застыла. Я думаю, теперь можно смело пробовать. Упустил один нюанс немаловажный. Я забыл туда добавить лаврового листика. То есть, вначале, когда я бросал перец горошек на дно, надо было на такую баночку пол листика лаврового положить. Ну что ж, в следующий раз не забудем. Значит, тушенка получилась на вид очень симпатичная. Не перетушенная, это точно. Потому что, когда тушенка перетушенная, она темнеет. Какой-то красноватый цвет такой получается. Бульон светленький очень. На вид очень неплохо смотрится. Жира очень мало, кстати. Для свиной тушенки, вот, жира, такое впечатление, как у говяжьей тушенки. Ну, мы сейчас одну баночку вскроем. Я хочу попробовать ту, которую с луком. Вскроем и посмотрим ближе и попробуем. Выбрал я баночку с лучком. Посмотрите поближе, насколько прозрачный сок. Ну что ж, самое время открыть. Надеюсь услышать характерный чпок. Он присутствует. На запах. Тушенка, по-моему. Ну что ж, посмотрим поближе. Тик-ц. Ой, ребята, по-моему, настоящая тушенка. Такая, как она должна быть. Бульона в самую меру. Жира в самую меру. Ах, хороша тушенка. Во, сработал датчик, кошка мяукает за дверью. Значит, точно удалась тушенка. Теперь попробуем на вкус. На вкус и на соль. На соль хорошо. Я бы больше не добавлял. Как по мне, очень вкусно вот так вот вот, с таким количеством соли. Единственное, что лишь бы она хранилась, конечно. Кошка могла омывать дверь. Учуяла тушенку. Очень вкусно, правда. Я давно не пробовал такой вкусной тушенки. Я представляю. С кашей. Или с картошечкой. И видите, даже размер мяса, по-моему, очень удачный. Вот эти вот небольшие кубики. По-моему, очень хорошо. Мне очень понравилось. Да, было бы неплохо, если бы здесь еще присутствовал ровый листик. Он бы дал оттенок, свой интересный запах. Ну что ж, в следующий раз учтем. Пока что я очень доволен. Метод мне понравился. Простой. Даже не требует много времени. И результат, по-моему, просто отличный. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Обязательно попробуйте приготовить в домашних условиях, кто еще не пробовал готовить тушенку дома. Видите, это не сложно. Надо просто немножко времени. Да и все. И получите, правда, очень вкусный продукт домашний. Я с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых видео. Пишите мне. Счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok